здравствуйте дорогие подписчики сейчас хотел показать технологии приготовления ферментированных лиственных чаев уже отработанная технология надо достаточно простая это так называемая форвакуумная ферментация чайного листа вот это у меня лист уже вишни лист вишни который после его сбора загружается в контейнер холодильника морозильная камера обычный холодильник новофрост и замораживается и он уже готов к дальнейшей переработке в то время когда вам уже удобно и и лист замерз это проходит примерно сутки вы достаете этот лист и его размораживаете он у вас теряет лед и его структура этого листа за счет замерзания и размораживания разрушается то есть вы исключаете этап его переработки на мясорубке получается уже этот лист готов для дальнейшей переработки дальше вы его можете разминать как тесто то есть вы в ладонях перетираете его и он дает у вас сок после этого когда он у вас становится вот такой вот увлажненный вы его помещаете в банке трехлитровые банки можете двухлитровые банки и закрываете их крышкой крышка вакуумная набор этот вакс продается и из этой банки откачиваете воздух воздух удаляется лишь для чего для того чтобы шла ферментация без кислородная эта ферментация вызовет у вас перед переход кислоты в гамма аминомасляная кислота там глютаминовая содержится в большинстве листов перейдет гамма аминомасляную после того примерно через двадцать три двадцать четыре часа у вас появится запах фруктовый такой фруктово-конфетные и уже потом он сферментировался вы его помещаете на сушку сушка идет или на воздухе или в духовке и есть процесс у вас может занять не более одних суток то есть вы резко ускоряете процесс ферментации результате получается ферментированные вот такие чаи я вам показываю вот это вот у меня киприи то есть иван чай который имеет отличный запах фруктовый вот он более сферментированный то есть он более темный да дольше вы держите на ферментации но я держал вот этот около двух суток он темнеет и больше ферментируется вот этот киприи тоже он такой средний между этим и вторым и вот лист смородины который тоже уже сферментирован и высушен по этой технологии технология достаточно простая и доступна всем у кого есть в холодильнике подписывайтесь на канал